Смотрите, что касается Армении, да? И Карабах. Да, и Карабах. Мне говорят, а чего Платошкин там за Армению? Я за Армению, потому что это наш союзник. Еще раз повторяю, у нас с ними договор о взаимной помощи 97-го года при Ельцине даже заключенный, по которому в случае боевых действий Армения приходит на помощь нам. Ну, если у них проблемы, мы им. Границы Армении и Турции страны НАТО охраняет ФСБ, наши погранвойска, и на территории Армении находится российская военная база. Мне как бы, как к этой стране относиться? Это единственная страна СНГ, которая в НАТО официально отказалась вступать. Ей предлагали. Она сказала, нет. У нас вот есть гарант безопасности Российской Федерации, мы с ними, с Российской Федерацией сотрудничаем. Мне к ним как относиться? И причем, я помню, как говорится, лихие 90-е, когда Татьяна Голикова была у нас еще заместителем министра финансов. Она уже тогда выделялась как заместителем, что была очень симпатичная. И мы с ней решали вопросы финансирования нашей базы в Армении, когда у нас, ну, собственно говоря, почти ни на что там денег не хватало. И Армения сильно помогала нам. Ну, то есть, она, по сути дела, финансировала базу за нас. Нашу. Ну, то есть, частично наши военнослужащие получали деньги из армянского бюджета, который и так. Армения единственная страна, я горжусь, что я приложил к этому руку, будучи главой отдела Армении МИД. Вот сейчас особенно вдумайтесь. Для спецоперации важно. Мы призывали в наши войска, в наши российские войска на территории Армении, граждан Армении, и они приносили присягу и России, и Армении. Вы представляете? Это вот сейчас вот иду слово давать, и мы там, значит, разрешим там в наши войска там призывать. Мы это тогда все сделали еще. В конце 90-х. Понимаете, мне было приятно, черт подери, когда я инспектировал границу между Арменией и Турцией, ну, встречают там армянских, ну, пастухов, предположим, чабанов, да, они говорят, вон наши ребята пошли. Это они наших пограничников, так называют, русских. Там даже, знаете, был ужасный случай между нами, говорят, девочками. Ну, разные люди. Один товарищ нашей базы, русский солдат, нажрался, причем непонятно чего, зашел в армянский дом и стрелял из автомата всю семью. Это было несколько лет тому назад. Армяне живой щит организовали, чтобы его не растерзали. Его выдали нам. Понимаете, и тем не менее, я ни разу не слышал там ни от кого после этого, что, а, вот раз они себя так ведут, так мы их, это самое, пошли они к черту и прочее. И когда сейчас Армения поверилась агрессии в 20-м году со стороны Турции, чего там говорить? Ничего бы Азербайджан один не сделал без Израиля и Турции. Ну, все понимают. Вот то, что наши парни сейчас видят на Украине, вот эти все беспилотники, это все тогда было в 20-м году. И тогда надо было выводы из этого дела. Но нам было не очень интересно. В 20-м, да, Армению сдали один раз. Когда сейчас началась спецоперация, турки с азербайджанцами еще уже напали не на Карабах, а на саму Армению. Они обратились к нам официально, армяне, что мы с вами связаны договором. Причем даже двумя договора о взаимной помощи, я вам сказал, 97-го года, двусторонние. И они еще члены ОДКБ. Это многостороннее соглашение, организация договора, коллективный безопас. Они по этому договору попросили помощи. Мы оказали ее. Нет, причем речь шла не о военной помощи. Не знаю, не о посылке войск, а просто хотя бы, чтобы мы... Ну, как бы, Дердоган же друг у нас, правда, да? Строит завод по производству байрактаров, беспилотников на Украине. Ну, дружище просто. Чего уж там говорить-то, да? С ним что, нельзя было поговорить? С Алиевым нельзя было поговорить, когда миллионы людей здесь работают и получают и переводят миллиарды долларов сейчас в Азербайджан. Ну, а от своей идеи, почему нельзя было поговорить по этому поводу? Нет, нам союзники получают... То есть, казахский режим мы спасли. В январе 22-го, который над нами издевается теперь, значит, соблюдает американские санкции. На пост министра информации назначен откровенный русофоб просто, да? Который говорит, 9-го мая, что те русские отмечают? Да водку пьют просто. Понимаете? Мы вот этого спасли. Который глумится опять-таки, возвращаясь к теме над памятью, тех, кто не пришел тогда, что ли? А Армения, которая все время нас поддерживала, по всех голосованиях, где наша база, где они хотят в НАТО вступать. Вот они как... Понимаете, я сейчас речь не иду о премьер-министре Армении. Я о народе веду речь. Они как к нам должны относиться? Если у нас с ними договор о взаимной помощи, мы его заклю... Мы, мы. А мы говорим, да ладно, ребята, сейчас не до вас там, извините, простите. Стыдно. Что тут можно сказать? Просто стыдно. Кстати, возвращаясь к Великой Отечественной войне, я читал немецкие документы. Немцы же планировали оккупировать Кавказ тоже, да? Они, значит, читали так, это документы, что азербайджанцев нет вообще, такого народа не существует. С точки зрения немцев, они называли их кавказские татары. Ну, вообще нету их. Армян надо истребить, говорили немцы, а территорию отдать Турции. Знаете, почему? Писал Розенберг, министр по оккупированным территориям. Потому что армяне самая пророссийская нация из всех на территории Российской империи. Бывшие. Поэтому их надо просто истребить, а территорию отдать Турции. Вот так.